Внутри церковь, а кто вне её? В фильмах, которые мы привыкли к истерить, и которые я очень люблю, потому что фильм «Слова нежности» с Джеком Николсоном, в принципе, сделал меня не самым безнадёжным парнем на земле, как «Отец солдата» грузинский фильм, по сентиментальности. Когда в американских фильмах я вижу на каждой улочке церковь и главный герой, как бы вы ни относились сейчас к этому кино, я сейчас не заступаюсь за него, человек заходит туда в любое время дня и ночи, он должен поговорить. Как-то вот незатейливо они, как они всё умеют делать, только не с флагом, на который мы привыкли ссылаться, с пеной на устах, как они смеют своих флаггидом показывать. А он в каждом эпизоде, где его раздирает на части дилемма, он имеет возможность от Чикаго до Иллинойса войти в любую церковь, который на каждой улице. Никто ему не мешает, изредка появляется, говорит, моя помощь вам нужна, и столько в этом доброжелательности, и если я нужен, я подойду. Если нет, 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 святой отец, я на две секунды. Почему ты забрал моего друга Гарри? Почему? И он принимает какое-то важное для себя решение и покидает. И в этом нет показушности. Мне хочется, если уж я до конца жизни что-то пойму важное для себя, а пока я понимаю только то, что моё главное достижение – это мои дети, пока, пока, на сегодня, мне хочется про Жанну поговорить не с тем, с кем мне не повезло увидеться, и про маму, а пойти, ну хорошо, если вы мне не отвечаете на вопросы, сделайте так, чтобы мне комфортно туда было входить. Я посижу, подумаю, не думаю, что на меня снизойдёт озарение, но, по крайней мере, сделайте для меня этот приход дружелюбным, гостеприимным. Мне бы хотелось...